МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, добро пожаловать в игровую комнату. Мы продолжаем играть в киберпанк немецкого происхождения. Так, мы проникли в одну из корпораций. Осугейшин, короче, корпорация. Не помню, как эта корпорация там называется. Она находится на Франкфуртер Тор. Так, нам нужно этот, помню, 4, кстати. О, нет, нет, мне некуда их запхнуть. Кроме как развить, вот это уже на максимум развить. Так, выйти. А что они тут умеют? Она вообще никакущая, понятно. У него тоже все посредственность. Просто посредственность. Так, у меня 3 задания. Так, отремонтированный дрон. Отдать обратно вон. Отдан. Окей. Так, я не понял. Я не понял. Задание. Окей, задание. А, вон, вниз просто съехала. Отвести Яну в подсобные помещения. Отвести команду наверх, чтобы отключить защиту пентхауза. И сказать Джеймсу спрятать камеры в пентхаузе. Так, надо сначала подсобные помещения найти. Так, это что? Рецепшн. Я отсюда заметил эту мадам. Роскошный продуктовый киоск. А, не ресепшн, а кофейня. Вывеска перед ним рекламирует разную снетья местного производства. Все по ужасно завышенным ценам. Присмотреться к предлагаемому ассортименту продуктов. Ваше внимание привлек отдел самообслуживания киосков. В секции охлажденной продукции аккуратно разложены разнообразные бутерброды, упакованные в красивый блестящий пластик. Тех денег, что есть, что стоит один такой бутерброд, хватило бы вам на неделю. Нихрен. Ну, да, вот. Видно прямо где-то. Тут, как говорится, все серьезно. Серьез. Бизнес. Это ж вообще охранник, что ли. Напряженный человек с костюмом. Напряженный. Ну, я хрен знает, наверное, это оно. Так, давайте с человеком сначала поговорим. Может, что-то узнаю. Хорошо одетый орк прекращает вышагивать по комнате, наблюдая за вашим приближением. Неизгладимая печать тревоги крупными морщинами, складками залегла у него на лбу, глаза налиты кровью. Он выглядит так, словно месяц не спал. Не хочу показаться невежливым, но сейчас я несколько занят. Если это касается обслуживания здания, то займитесь этим где-нибудь в другом месте. Щеки Джеймса наливаются краской, он делает шаг вперед. Придержи язык, не смей говорить со мной так, как будто я какой-то орк сердится. Уборщик? Нет, смею, потому что ты и есть уборщик. Если ты и дальше хочешь носить эту форму, то лучше следи за своими манерами. А теперь, разве тебе не нужно вымыть пол или еще чего? Я тут думаю, беспокоюсь о многих важных вещах. Не хочу быть... Не хочу, чтобы меня отвлекали. Мужик, доросляпся ты, не сомневайся, все и так само утрясется. С, видимо, усилим он успокаивается. Слушай, прости, я вовсе не пытаюсь показаться невежливым. Просто у меня через 20 минут крупная презентация, я всю ночь репетировал речь, а сейчас настолько устал, что даже не помню собственной имени. Черт, я попадос. Сой кофе, кто который усиливается. Не купил, Паша денег не осталось, и вот, черт, надо было... Так, ладно. Ну и дела. Он качает головой с несчастным видом. Я все испорчу. Хуже того, большинство этих ублюдков решили, что это все потому, что я орк. Они и так уже смеются надо мной за моей спиной. Надо мной, да. А после этого все станет только хуже. Да, нелегко тебе, мужик. Ну, желаю удачи. Да. Это если я бабки где-то тут достану, там оно стоит немало. Хотя, подождите, если я там покупаю... А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А-а-а. Понятно. Нет, подождите, наружу вот. Я смог выйти наружу, мне показалось, я наружу не могу выйти. или миссия тут же закончится да нет не закончится я же могу тут купить на склад зайти продать к пару вещей ну карму я вроде же получу как карман я же получу дай мне свой кофе хочу немного рывка склад вот сколько там он стоит 150 ну ладно продать принять так ну вот он да рывок принять не у меня тери не бабок а точнее этого нет он потратил бабки надеюсь после этого хоть этот дадут хоть одну карму за помощь по идее должно как карма кармаш карл карма 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 мне нужна карма карму карму давай орг делись кармой кстати о твоей встрече с начальством меня есть такое что что может тебя в возбодрить это что рывок я им не пользовался с тех пор как кончил школу бизнеса о дружище эта штука просто лучшая сколько ты можешь за нее заплатить отдать ему рыбок держи мужик это тебе ну давайте нет я не могу его у тебя просто взять я в курсе сколько за него просят но вот что я могу сделать я могу тебе отдать код от своей комнаты когда захочешь со своими делами закончишь по тех обслуживание будешь уходить можешь зайти ко мне и взять со стола крит стик на нем несколько сотен юань крит стик на столе все ясно отлично только сделай нам обойм одолжение пообещай что больше ничего не возьмешь ладно доверяюсь тебе в этом все своровать сворую все оооо тут еще ребят но я помещение нашел а по банк осмотреть отчетку по охрану электрическая распределительная коробка сейф они не сейф так это тоже какой-то магазин вещей а ну я на пару секунд то изучает распределительную коробку а затем проворачивается к вам помнишь охранника в коридоре ну он стоял рядом с такой же распределительной коробкой похоже обе эти коробки в одной и тоже электросети и и и с помощью этой коробки я не могу перезагрузить перекрыть ту за которой стоит охранник она снова поворачивается к распределительной коробке и кивает да отсюда я могла бы подать неплохой такой перри а перебат напряжения ну если захочешь и что-то да произойдет будет громкий хлопок в коридоре образуются электрические дуга и и напряжение хватит чтобы отправить в нокаут банду троллей поджариваю не стоит тебе этого делать не мы найдем другой мир метод обхода охраны ладно просто решит решим потом такая шо тут шмоточки лицо продавщица оживляется при вашем приближении рада приветствовать вас у отличного портного данки вы пришли купить костюм вы присмат вы присмотрели стильный деловой костюм из баллистической ткани можно носить его под своим мешковатым комбинезонном обслуживании покажите мне вот этот костюм о прекрасный выбран стильно и безопасно у вас есть вкус она берет вас за руку идемте я покажу вам примерочным вау 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 шиты на заказ костюм плюс 2 харизмы это конечно круто но полтора куска у меня на руках нет нет черт можно было на самом деле взять таскать себе костюм деловой мать вашу костюм 5 брони хороший костюм ведь что тут сумочки женщина из коробки каблуках в углу стоит пара опрятно выглядящихся люди выглядящий выглядящих людей из корпорации они рассматривают стеллаж с брошюрами а а нейронных усиливающих имплантах для головы женщина поворачивает голову заслышав ваш шаг увидев вашу форму она морщит нос а здравствуйте мы мы загораживаем вам дорогу нам бы не хотелось отвлекать вас от работы к разговору присоединяется ее муж его кожа покрыта искусственными загаром именно так меньше всего нам бы хотелось вставать между вами чем бы в этом не занимались нет я просто осматриваюсь а вы тут за покупками да у нас кое-какая работа по ремонту в расширителе поток утечка охлаждающей жидкости крайне грязная работа уж поверьте все в порядке мы просто проводим обычную проверку системы это вот здесь а ну ладно не будем вам мешать нет нет вы вовсе мне не мешайте скажите она что вы смотрели смотрите а это он держит в руках на демонстрационную модель которую он рассматривал так что вы можете ее разглядеть маленький чип в комплекте с глянцевой красивой брошюрой это детская система skill wire плюс для нашего сына наш маленький ганс достоин самого лучшего и если он хочет не отставать от своих одноклассников в академии то он ему понадобится я имею ввиду головной имплант от огнем текс может мы не так богаты как другие родители но хоть что-то купить можем это не какой-нибудь дешевый хлам должно быть а вы очень заботитесь заботливые родители это удивительно что они продают кибер импланты для детей разведите не я не знаю они не из него вырастают они из них не вырастают как мне кажется покупать что либо в подобном месте для ребенка просто нелепым вы испортите своего драгоценного ганс это никакой не будешь мужчина вздыхает до через год ему будет нужен другой и через каждый год после до самого колледжа но я полагаю что такого цена успеха одноклассники нашего сына и состоятельных семей даже у наименее богатых из сверстников ганса есть детские усилители мозга а это уже ставит их на уровень выше в академии успеваемость оценивают по среднему балу из всех участников классе если мы отправим ганса в школу без усилителя то обречем его на неудачу а как же дети чьи семи не могут позволить себе киберхирургию вы имеете ввиду студентов на стипендии он замолкает размышляя над ответом но я полагаю что у горы есть не только вершина кто-то должен быть внизу да но этим кое кем-то будет не наш ганс до положение дел не неутешительное он сконфуженно опускает голову но с другой стороны ведь так устроен мир разве нет наш мир возможно не мой да это правда именно так все и должно быть этот мир живет по волчьим законам чем раньше ваш сын это помер тем лучше значит богатые дети получают все преимущества дети оказавшись там заслуженно в пролете конечно так все и должно быть да все верно вам не хочется чтобы ганс закончил свои дни у подножья горы как я да это правда именно странные тут вопросы а вы меня удивили мне казалось мужчина вашего социального слоя обязательно станет ругать обличать систему вроде той что в академии почему я зарабатываю меньше вашего но это вовсе не означает что я слеп слепо ненавижу богатых и лиску и считаю что мир должен измениться только потому что это облегчит мне жизнь но в таком случае вы бы сделали слишком поспешные выводы так как на как занятным спасибо за то что поделились с нами своим мнением послушать человека вашего положения который принимает суть вещей так как она есть это такая редкость разумеется слушайте это было действительно интересная дискуссия увлекательная она одаряет вас очаровательной улыбкой но нам право же нужно закончить наш поход по магазинам так что если вы не возражаете нет конечно же приятного вам дня и вам тоже странный диалог мне наверное надо отогнать их от этого чтобы женщина за прилавка улыбается вам на ее щеках появляются ямочки добрый день и добро пожаловать в огнем тех бутик который сделает ваш с вас лучше ее голос натянута бодр даже интересно сколько раз на дню ей приходится произносить эту речь чем я могу вам помочь мне бы хотелось приобрести парочку кибер имплантов тогда вы пришли по адресу она жестом указывает на терминал перед вами прошу вас не стесняйтесь можете посмотреть наш каталог у нас огромный ассортимент усиливающих имплантов с ними вы можете сделать из себя того кем всегда мечтали стать то есть тут можно было закупиться если бы были бы бабки изучая со вкусом оформленный каталог вы отмечаете что большая часть ассортимента огнмен тех состоит из косметических имплантов по завышенным ценам улучшенная обме улучшение обмена веществ помогающая снижать целлюлит рутинные полимеры отращиваю волосы ультра дорогие процедуры процедуры или он ли они зации ориентированный на богатых пожилых людей ближе концу каталога вам на глаза попадаются более полезные при поищем приращения но ничего такого что могло бы понадобиться бегущими в тени от замены своих конечностей на дизайнерские модели до почечен почечных а почечных экранов для алкоголь алкоголиков augment тех поставляет самые лучшие модели импланты модные импланты для миллионеров разделы психические усиления представляют для вас уже больше интересной там вы видите ничего что не могло быть на крыс базаре вы уже собираетесь отвернуться но на последней странице ваше внимание привлекает рекламные объявления навершие интеракция системы усиления головного мозга укомплектованная интегрированным материей математическим сопроцессором так называемый усилитель головного мозга next последнее слово техники коммерческого класса по договору об отказе от конкуренции этот товар нельзя купить в большинстве магазинов но вы нашли один из тех кому его поставлять поставка разрешена вот это интересный головной имплант не возражаете если я взгляну она бросает взгляд на экран с товарами пригляды приглядываете к новому усилителю головного мозга хороший выбор у нашего регионального инспектора есть такой и он просто потрясающий он стоит каждый юань своей цены и как кожи цена на экране на не указано только сейчас мы предлагаем товар со специальницы по специальной цене с вас всего 250 юаней это действительно дешево ладно вы меня заинтересовали не мне это неинтересно но все раз спасибо дамбана надо 250 юаней это как-то дешево прям распродажа какая-то чет как-то опа силовик охранник выходит вперед вставая между вами и терминалом у вас недостаточный уровень доступа сюда нельзя мы проводим техобслуживание всех важных систем здания можем взглянуть и на ваш терминал не хотите я не могу сами знаете без доступа этот терминал даже трогать нельзя не говоря уже техобслуживание да и потом с тех пор как на прошлой неделе над ним потрудилась другая команда ремонтников он работает отлично странно что у вас нет об этом записей ну вы же знаете какое у нас руководство левая рука на не знает что делает правая не лепится до знакомая история сочувствую мы нужно воспользоваться этим термин таком но мы пойдем раз так не унывайте так ясно короче без нападения на него не получится но у нас только один вариант тут врубить ток костюм купить я не могу импланты тут хрен его знает поджарим значит а подождите еще нет можно попытаться с ним еще перри базарить может харизма его за х за х за харизму охранник едва заметно меняет позу при вашем приближении я могу я могу вам чем-нибудь помочь да вы не могли бы открыть дверь в подсобные помещения у нас там мин кое-какое раб какое какая работа лицо охранника скрыто за зеркальной маской вы не можете увидеть его выражение но позу но поза и движение не оставляет сомнений он смотрит прямо на вас эта дверь защищена кодом дельта уровень в нашем пропуске указано всего лишь это а в вашем так что нет я не могу открыть вам дверь ты не слушаешь у нас там работа я слышал его громко и четко жаке и швабры а теперь ты меня послушай никто не пройдет через эту дверь без разрешения и . я бы посоветовал поговорить с управлением если вам действительно нужно там быть они обновят пропуск а нет проваливайте да успокойся ты мы же на одной стороне не сомневайся это какие-то проблемы в диспетчерской а вы с ними каждый день работаете не завидую я вам ребята плечи охранника расслабляется да я вас понимаю клянусь удивительно что тут вообще хоть кто-то знает свое дело вот что я вам скажу вам не нужно идти обратно в управление можете просто позвонить или получить свой измененный пропуск тогда я вас сразу пропущу ну вот хоть где-то применим не зря не лучше позабочиться об этом лично да пока я еще здесь они прислали нам протоколы прошлой недели они этой с тех пор ничего не меняли он качать головой невероятно знаешь у меня кровь закипает когда я думаю сколько они делают денег тогда как на на тогда как на самом деле это место держится на людях вроде тебя и меня и все равно идиоты с диспетчерской получает в три раза больше нашего за то что сидят на задницах и все портит вот уж точно парень теперь насчет тех протоколов ах да посмотрим они сменили код экстренной помощи с ноябряная индига вот вроде бы и все остальное остались осталось таким же как на прошлой неделе индиго да спасибо а теперь я лучше вернусь в управление чтобы решить вопрос с доступом он понимающий кивает желаю удачи дружище сделай нам всем одолжение вызове этих идиотов из диспетчерской а то ничем хорошим это не кончится хотя если подумать можешь их не беспокоить они просто не получат очередную прибавку мне или не знать береги себя тебе тоже чёрт поговорила теперь его убивать не хочется так как тогда чё чё тогда делать какие идеи это же не диспетчерская ваш приятель тут неподалеку просил меня передать вам сообщение статус индиго задача под угрозой вам это о чём-то говорит охранник подпрыгивает на месте от испуга что что он сказал отойдите с дороги пожалуйста и хорош хорош так так терминал авторизован в системе безопасности здания man обмануть по оценке угрозы и послать ложность срабатывания должно быть относительно просто ввести систему ложные данные указав точкой угрозы наиболее отдаленную от вашей цели часть комплекса на экране мелькает несколько кодов ответов все по идее как бы индиго они бегут мы бежим все бегут тревога тревога индиго индиго и ты из тех обслуживания стой на месте что-то не так верно черт чертовки верно чертовски верно никто не называл код индиго когда в диспетчерской внимательно изучили ваше распоряжение ремонте оказалось что они фальшивы вы все идете с нами руках мага на разгар разгорается магическая энергия рот кривится в злобные смешки это ваши последние слова не повезло вам парни притормозите народ мы еще можем все обсудить и яна соглашается с вами заикаясь и широко раскрыв глаза да 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 нам нам проблемы не нужны охранники выхватывают оружие открывают огонь до так что-то пошло не так не я не ту дверь открыл я не то сделал не надо наверное вот это то что я сейчас включил и обманул систему надо было назад назад вот это вот может тут откроется откроется нет черта да чё я сделал чё этом изменил а подождите подождите может лестницу и опустил хрен его поймешь чё я там сделал такую да нет это точно не лестница а чё я там сделал про я чет не заметил чё то там бла 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 систему там обманул а и И тут зажарить можно Типа сейчас можно двоих сразу зажарить Чтобы они не прибежали сразу двоих поджарить Да, у нас кое-какая работа по ремонту в расширителе потоков Да, она пучит в глаза Это опасно, нам нужно вызвать охрану Нет никакой необходимости беспокоить охрану Мы уже работаем над этим Наслажайтесь шопингом Ага, можно охрану вызвать Типа можно охрану сюда шо-ли вызвать Типа индиго, чтоб двоих сразу же зажарить А ну-ка Останутся трупы Да, видите, они сдохли Останутся трупы Подобран предмет, ключ карта Тета А если... ну да хрен с ним, давайте идемте дальше Не говоря ни слова, Яна вскрывает панель доступа У основания терминала и начинает резать провод Спустя пару минут она закрывает крышку панели и... Принимает... поднимается, простите Ладно, это должно было сработать Я обошла замок безопасности лифта Теперь мы без проблем поднимемся наверх Тогда идем Быстро ты Я хорошо знаю электрические системы У моего отца был недвижимость по всему Мюнхену И он сдавал ее в аренду А я помогала ее обслуживать Она застенчиво улыбается Я заменяла под проводку здание еще маленькой девочкой Трогательно Не понимаю, как это приблизит меня к встрече Но ты не обращай внимания, пожалуйста Продолжай рассекать По волнам памяти мы подождем Да плевать мне на твои встречи, Джеймс Но надо нам поройти Ты ведь не всегда такой козел Он прав, лишнее время нас нет, двигай Вот опоздаю за тебя навстречу И тогда ты узнаешь, каким я могу быть козлом Ты вроде как у нас лидер Но так высунь голову из задницы И веди желательно наверх И так, чтобы мы смогли закончить работу До того, как нас сцапает охрана Хорошо, хорошо Придурок Так Пентхаус, куда мы там едем Хорошо, теперь нужно привести меня К панели доступа этого этажа Она здесь же, в комнате 303 Комбинация для двери 1421 Она поднимает голову и бросает на взгляд Запиши на всякий случай Да-да, я понял Ладно Добравшись туда, я переключу вход в Пентхаус Режим теховслуживания Тогда комбинация ключевого кода будет 1111 Так что у нас не должно возникнуть сложностей с установкой камер Мы потратили на эту половину пути немало времени Не очень хорошо, хотя и не ужасно Но больше задержек я позволить себе не могу Он хрустит костяшками пальцев Надеюсь, больше на пути нам никто не встретится Ради их же блага Ты не навредишь никому, если я этого не прикажу Все, понял Я тоже так считаю Давай закончим дело Давайте Чем быстрее я от вас отделаюсь, народ Тем лучше будет для всех нас Из всего, что ты говоришь Это первая фраза, с которой мы все согласны Держу пари Если бы мы могли закончить этот бег без твоей компании То давно бы уже избавили тебя от полусмерти Его губы кривятся в усмешке К сожалению для всех вас Я вам нужен Можете поверить Иначе бы меня здесь не было О, к слову После этого бега мы с тобой пообщаемся, мышка Из уст эльфа льется поток язвительных слов И его спина гнется под тяжестью рюкзака На руки сжатые в кулаки Он закатывает глаза, указывая костлявым пальцем на эльфа Гляньте, он пытается говорить Как же я хочу со всем этим покончить, игроком Плюнуть на этих людей и пойти домой Так, вот 303 квартиры А он там какую сказал квартиру? Так, код двери бизнесмена 53786 А какой он сказал квартиру у него 300, да, подождите 53786 53786 Нет, не отсюда Нет, не отсюда 537 А, вот, подошел Взаимодействовать Пожарный выход Ага Отлично Свалим, если что, через этот вот 14, 2, 9, 1 А игра сохранена сама Сама автоматически сохранилась Так, камеру и через окно А здесь Сдвинув картину В сторону вы обнаруживаете большую панель технического обслуживания Слегка нахмуривайтесь Яна выходит вперед Ладно, сдается мне дело за мной Яна снимает С пояса мультиинструмент И ослабляет им болты Удерживающие панель Она рассматривает проводку терминала Подняв повышенную схему на своем КПК Пошевелись Женщина Часики тикают Не торопи меня Это не так-то просто Откинув крышку своего ящика с инструментами Она забирает оттуда кусачки для резки кабеля По паяльный пистолет и рулон изоленты С мрачной решимостью на лице Она начинает отрезать толстые жгуты кабеля Подходящие через блок Ладно, она похлопывает эльфа по колену Чтобы привлечь его внимание Мне пригодится эта вещь Она кивает затем Тянется к рюкзаку на спине Положив рюкзак на пол Он открывает его и достает большую синюю канистру Ему понадобилась вся сила Чтобы поднять ее с земли на место В панели доступа Которые расчистила Яна Ну наконец-то, тупая башка Разнообразие ради Ради ты занят чем-то полезным Эльф молчит Несмотря на тяжелый рюкзак Он стоит прямо впервые Вы понимаете, насколько он больше корпоративного мага Он сверху вниз смотрит на Джеймса Его кулаки сжимаются Промолчать Спокойнее, приятель Мы почти закончили Джеймс В последний раз предупреждаю Держи свой поганый рот на замке Если эльф и понял вас То никак не подал виду Он все так же смотрит вниз на Джеймса А маг все так же его игнорирует После установки канистры Яна возвращается к работе Ей требуется всего пару минут Чтобы прикрепить, подсоединить И припаять канистру и кабеля Она изучает свою работу Кивает и проворачивается к вам Она встает и смахивает волосы со лба Хорошо, работа сделана Осталось тут только немного прибраться И мы можем уходить И все Отличная работа, Яна Ага, спасибо Это было не так уж сложно Всего-то нужно было исследовать инструкциям наших нанимателей Эй, это здорово, конечно Но время-то тик-так Так что давайте выдвигаться Он бросает взгляд на мишанину проводов и схемы открытой панели доступа К черту уборку Мы все равно уйдем Еще до того, как кто-то хоть что-то заметит Секунду Так это канистра, которую ты положила в терминал Что это? Ты точно уверена, что обезвредила охранную систему? Она пожимает плечами Без понятия Кто знает, может она забита пыльцой феи Они сказали мне подключить ее к стене В этом узле Ну я подключила Мне как-то не по себе Мы так мало знаем об этом беге А наши наниматели с нами не очень-то откровенничали, да? Ну раз они сказали, что это сработает То значит так и есть У них не было причин врать о чем-то подобном Да Макс усмехается А тебе это еще в новинку, да? Ложа не говорит вещей, которые тебе не знать не обязательно А ты не спрашивай Твоя работа сделать то, что сказали Заработать денег и потом об этом помалкивать Это все очень просто Ложа Маг недоверчивая на вас старащица Ты даже не знаешь, на кого работаешь? Ты руководишь командой и даже понятия не имеешь? И она обрывает разговор ее глаза, широко раскрыты Эй, вы, заткнитесь, кто-то идет Хоп-хоп-хоп, охранник Высокий и сильно загорелый человек выбегает из-за угла И торопливо входит в комнату Вы узнаете, вы это отец со семейства, с которым вы говорили в киоске Огментех Заметив вашу команду, он резко останавливается, улыбка сходит с его лица Вы, вы парень из киоска киберимплантов Какого черта вы здесь делаете? Он надвигается на вас напускной смелостью, явно блефуя Это моя квартира, я ее владелец Вы не можете просто завалиться сюда и начать портить стены без моего ведома Мы из техобслуживания, взгляните на униформу Да, это я вижу, но это не дает вам права вламываться в мой дом и начинать ломать стены В крайнем случае, вы должны были меня об этом предупредить Джеймс бросает на вас нетерпелый ливый взгляд Это лишь трата времени, и я уже опаздываю Если ты не разберешься с этим идиотом, то это и сделаю я Эль выкрикивает что-то Джеймсу Слова на услуг не характерно грубые Все согласные, звуки резко, а шипящие с присвистом Давайте все успокоимся, это всего лишь недоразумение Помалкивает Джеймс, я обсужу это с нашим другом Разберись с этим, Джеймс, я не буду тебе мешать Давайте все успокоимся, это всего лишь недоразумение Недоразумение? Как же? Ваш друг только что назвал меня идиотом в моем же доме Он поворачивается к Джеймсу, его руки сжались в кулаки Я хочу знать ваш штабельный номер и прямо сейчас Макс вкидывает бровь, улыбаясь Сейчас? Говоришь? Я член ассоциации домовладельцев этого этажа Знаете, что это значит? Благодаря домоуправлению у меня много связи Он натопыривает палец, указывая им на Джеймса Недолго вам осталось носить эту фуниформу Я вам обещаю, успокойтесь, сэр Должно быть и в диспетчерской что-то напутали Распоряжение о проведении работ вы должны были получить на прошлой неделе Ничего не получал, ни от диспетчерской, ни от какого-либо еще Хоть как-то с этим связано Мне с женой через час-полтора гостей принимать А у нас тут не гостиная, а развалины Мне нужно, чтобы вы все исправили И чтобы вы вернули все как было И чтобы этот этаж покрыли новым слоем воска Мне нужно Черт, у меня нет на это времени Его руки превращаются в когти И он высоко поднимает их Спустя миг они охватываются Неестественным пурпурным светом Промолчать Джеймс, остановись Нам не нужно убивать этого человека Сияние становится плотнее, приобретая форму мерцающего потока света Энергия струится из источников пальцев Джеймса Переливаясь и пульсируя, будто живая Человек в дверном проеме в спуге отшатывается Его ладонь бьет по пластическому диску, прикрепленному к поясу С опозданием вы узнаете ее Тревожная кнопка Звук тревоги нет Ничего не произошло Домладелец отшатывается, словно пытаясь возвести стену между собой и Джеймсом Он движется медленно, слишком медленно Джеймс, отпусти его, черт побери Найдай ему уйти Не двигаться, никому Одновременно с вашими словами раздается невнятный вопль Периферичным зрением вы замечаете какую-то суматоху движения Ваш эльфийский спутник идет быстрым шагом, приближаясь к Джеймсу Яна виснет на нем, силясь замедлить, но это, как видно, едва замечает Он замечает Он опрокидывает ее на пол ударом, а затем достает оружие Да стой же ты, черт возьми, он нужен нам живым, без него мы не закончим бег Он опрокидывает ее на пол ударом, а затем поворачивается обратно к Джеймсу Стать между эльфом и Джеймсом Я тоже не знаю, вытащить оружие Провалить миссию Эктакова Джеймса Стать между... Я тоже ненавижу этого ублюдка, но Яна права, он нам нужен Эльф останавливается, глядя на вас, он резко переводит взгляд с вас на Яну, с Яны на Джеймса Затем эльф тяжело вздыхает и выплевывает беспорядочную кашу из слов на ломаном немецком Убийцы невинные, не участвую в этом, я не раб Все мужчины из ложи ублюдок, я всех убью Этот убегает Задание провалено Иностранец провален Ну и ладно С кем не бывает Эк Так, скорость Яна, Яна, пистолет, пистолет Давай, беги сюда Ты хотел драться, отченая с лечения ран, не этот шарманный Игерскар, взрыв, а пробежение взрыва, доброе время Куда он бежит? Отлично Стена стянула и стеновая Тут два Ну шо не так? Я не тут ту кнопку нажал Нельзя, черт побери, остановить А он, ну, нормально А он, ну, нормально Так, он еще и лечится, ого, полегче, бро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тоже в укрытие сюда в упор, ну а бро, я тебя буду шмалять 84% шанс попасть и все равно промахивается, то вы издеваетесь Оля, господи 62% Ам, тр, тр, тр Ну а сейчас захиляется, да? 84% шанс попасть и все равно промахнулся Ну а шо такое? Господи, ну что за инвалиды? Накинь на себя точность, ты инвалид несчастный Сука, не может, блин, попасть Беру урон, нормально Отлично О, даже крик работает Можно было пропустить чистоход 4, нормально Давай 84% попал даже 74% нормально Так, здесь, да? На дисплее консоли высвечивается текст только для персонала информационной безопасности Вместо цифровой клавиатуры на консоли красотка подключить свой кибердек порталом и проникнуть в систему Так Маг схватывает капли крови с щеки тыльной стороной Он напал на меня, на шельф Этот говнюк пытался меня убить Ты оскорблял его с самого нашего прибытия Чего ты ожидал? Ты в порядке? Он мертв Можно сказать, ты победил Его лицо краснеет Умеет ты командовать группой, получше этого бы не случилось У тебя был? Ради бога Заткнись, просто перестань говорить Мы оба смертельно устали от твоих разговоров У меня не выйдет обойтись без тебя и закончить бег Да Так, давай сделаем это прямо сейчас Завершить миссию, да, это правда Но если ты прямо сейчас не заткнешься и не сотрешь с лица самодовольную вхмылку То на свою встречу ты пойдешь без языка Делай это прямо сейчас Не сказать ни слова, маг разворачивается и с гордым видом идет к пентхаузу Так, я не понял, пентхауз здесь? А, я перепутал комнаты Ну ладно Ой, да Этот Да-да-да, 1-1-1 Да, готово, идем к следующей Там еще взрывчатка Опа Продвинутая аптечка Да, ставится, бла-бла-бла Тут нет смысла читать Вы так, камеру Когда мы закончим этот бег, я собираюсь рассказать тебе все своему куратору Ты больше не будешь работать на ложу Не потому что ты некомпетентный лидер А потому что у меня есть такая власть А ты мне очень не нравишься Ну а что ты на это скажешь? Я скажу, что твои шансы пережить эту работу все меньше и меньше А теперь замаскируй эту чертову камеру Весь этот бег испытания Мне кажется, ты пытаешься заставить меня потерять самообладание Не дождешься Закончим с этим и можешь делать все, что захочешь А пока заткнись и закончи работу Я скажу, твои шансы На его лице снова появляется ухмылка Он выводит из себя Непременно Он шепчет что-то над третьей камерой Довольно скоро она исчезает из виду Неожиданная живая сигнализация Джеймса вздрагивает от удивления Ах ты черт, я знал Не убью этого засоранца с искусственным загаром И это случится Я знал это Из руки выскакивает лезвие Воздух вокруг мага словно мерцает Похоже, нам придется пробивать себе путь силой Очередная ненужная задержка В смысле пробивать силой У меня вот тут спуск есть Я подготовился в отличие от тебя, лузер Бежать к пожарному выходу Они же не будут ждать на пожарном выходе Или будут Так, а что там у меня задание Сесть в поезд метро Субтитры подогнал «Симон» Так, я не понял Не снаружи или не все внутрь забежали Но мне, блин Все еще показывают Что я должен вот так вот бегать Черт, придется это Надо было захилять все же Думаю, что я не знаю Тебянестерная манчика Подписывайтесь на мой канал Так, не заберу И пока Как же я застаю Внимательным Ставим Иллюпий Ты сегодня Субтитры Супер 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 равно из лечения я перепутал знатно так тупанул и и и и и и и А, видит его Ага, не хотят бежать, да? Призвать духа Отличненько А, это земля, я так понял, да? Не пишется Ну, отлично, призвал духа Это хорошо Так, это что у нас? Деревянная кожа повышает броню цели на 2 Ну, вот отлично Себе повышу Искройсь немного Что они там ему сделают Мазила Разбежались Так, не достаю Да шок тебе Так, под контроль взял Трин-тин-тин 15 урона Это что такое? Это что такое? Увеличивает цену ОД действия цели в 2 раза Ага Шашар оглушения Ага Без брони Ну, хорошо Взрыв маны широкой области действия Наносит ТЭК Ну-ка Ой, хорошо Отлично Минус 1 Да-да-да Ой, е-е-е-е Попал 16 16 18 Укрытие Отлично Шикарно Надо только сдвинуть Было чуть-чуть Если подойти Никак Ну ладно Ой-ой-ой Он вылечился 16 Ой-ой-ой Под контроль Теряю контроль Ладно Не беда Еще одного вызова Минус 6 Укрытие Шикарно Сминус 6 Минус 6 Укрытие Шикарно Минус 6 Укрытие Так, сначала этого добьем. Отлично. Так куда ты побежал? Ага, ближний бой. Я случайно кнопку не ту нажал. Нормально. Добили. Вот это было неожиданно. Оп, восстанавливаем. Убегаем. Далеко. Хорошо, контроль не потерял. Ой, хороший. Там же не будет еще парни. Спасибо. Так, метро же здесь, да? Угу. Еще один. Так, ну вот парень, отступай. Угу. 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 Непонятно, был там кто-то, не был? Ага, он бежит, бежит. Воу-воу-воу-воу-воу он там отбежал все. 42 У нее электрошокер У нее электрошокер, но я хренью занимаюсь Как лучше она меня атакует Да я ее не использую, я думаю у нее там оружие Забыл, что у нее, черт побери, не оружие электрошокер Ну что, шикарный бег, ребята Ложа шможа Миссия выполнена Ебарный театр, ну наконец-то Позвони своему куратору и скажи, что дело сделано И давай быстрее, мне нужно сесть на следующий поезд Ну хоть в чем-то я с ним согласна Нескоро я смогу забыть это место Все, что мне сейчас хочется Обнять кота и забыть этот вечер Вести код связи, который дал мне вам Люка Дур Вы вбиваете код связи Люка Дур в свой КПК Через пару секунд вы слышите характерный щелчок Связь успешно установлена Из динамников вашего КПК раздается голос Дура Привет парень, пошел нахрен Игроком, я так понимаю работа выполнена Да, все было сделано в соответствии с вашими инструкциями Очень хорошо, а теперь если вас не затруднит Доложите статус членов вашей команды Эльф из Тир Тайрн Гира предал нас Нам пришлось его убить А Яна и Джеймс живы и здоровы Он не громко цокает языком Интересно Смерть Альфа была ожидаемой Он был личностью неразумной и опасной После нескольких лет службы на нас Думаю вы могли бы назвать его разочаровавшимся Его предательство было лишь вопросом времени К счастью, смерть Альфа была не бесполезна Вы получили ценные сведения о вашем характере С другой стороны, Джеймс все еще жив Это неожиданно Вы мужчина из терпеливых игроков Дурый улыбается Это было очень информативно Джеймс словно застыл Но ничего не сказал Впрочем, по его глазам Вы видите, к нему приходит понимание С его лица медленно сходит краска А теперь посмотрим Насколько хорошо вы выполнили поставленную мной задачу Будьте добры Введите в свой КПК следующий код 5256719 Как вас и просили, вы набираете код И экран вашего КПК подергивается помехами И мгновением спустя на экране появляется знакомое изображение Комната пентхауса, в которой вы установили следующую аппаратуру Похоже, вы получили информацию о установленных камерах в реальном времени Ты уверен, что в этой комнате безопасно? Ты все проверил? Абсолютно, сэр Мы проверили полное сканирование номера всеми сенсорами Затем перевели мага, который осмотрел все на предмет следов астрального вмешательства Все чисто Это показали все проверки Вы здесь в полной безопасности Он тяжело вздыхает Слава богу Позвоните вниз, пусть моя жена и ребенок знают, что входить безопасно Будет сделано, сэр Могу ли я еще что-то для вас сделать этим вечером? Нет, спасибо, это все Всего хоро... Внезапно воздух в комнате так как будто возгорается Вспыхивает ослепительная вспышка И экран вашего КПК покрывается им помехами Понятно И на этом все Будьте любезны Вернитесь в Крейс Базар Ваше интервью после бега Мы закончим как бы Когда вы прибудете Подождите, что это было, черт возьми? Он скидывает бровь А на что это было похоже? Взрыв, конечно Это глупый вопрос, чувак Ну что непонятного? Ну е-мое, что за диалог? А че это было такое, э-э? Э-э, а че это было, я не понял, э-э? Че-че, землетрясение? Вы сказали нам, что мы устанавливаем следующее оборудование Следующее оборудование, а не бомбы Этот бег не был разведывательной операцией Это было заказное убийство И то, и то И оба задания были выполнены чисто Можете гордиться игроком Бег имел оглушительный успех Рассказывая мне о беге Вы как-то забыли упомянуть о том О той его части, где мы устанавливаем бомбу Ничего себе, блин, недомолвочка Думаешь, мне это нравится, больной блюдок Очень Очередной довольный клиент Когда мне нанимают, я выполняю работу Яна прикрывает рот рукой С выражением ужаса на лице Боже мой, я кого-то убила Из-за меня умер человек Судя по громкости взрыва Я бы предположил, что убил ты явно не одного человека Алишера и его телохранителя, как минимум А то еще и полдюжины Тонкий рот мага кривится в отвратительной смешке Что делает тебя массивым убийцем, мышка? Да, ты выходишь в люди Из ее груди врывается рыдание Она начинает учащенно дышать Это никогда не оставит меня в покое Это будет преследовать меня всю жизнь Я убила людей Я гребаный убийца Почему бы тебе не сказать это громче? А то у меня сомнения Вдруг тебя во Франции не услышали Что-то я не слышу вашего ответа, игроком Мне подготовиться к вашему интервью после бега Вы можете продолжить испытание? Вы чертовски правы, Люка Мы с вами об этом поговорим Я отправляюсь домой на следующий ежепоезд Да, разумеется Мне не терпится закончить этот тест Не терпится услышать то, что вы обо всем этом скажете Дур Скоро увидимся Очень хорошо, я буду ждать Да Ну хоть бабки дадут за это Поездка обратно в Крейс Базар проходит в тишине Если не считать вас В поезде из Франкфурт Тор Никого нет Никого, кто бы отвлек вас от собственных мыслей Первая часть вашего собеседования завершена Люка Дур ждет вас в кафе Джесве Чтобы провести вторую часть Ладно С кем не бывает И тык Тык Шесть Отлично Кармайкл Давай Кармайкл Карма, Карма Контроль Духа Ну так шесть Ага Типа Вызов Духа И контроль Духа Понятно А носа Ну то есть я не смогу вот это прокачать Пока я не прокачаю вот это Ладно Дополнительная ячейка в книге заклинаний Если А ну кстати Дополнительная ячейка заодно Отлично Хоть дополнительная ячейка будет Опа У меня левелап и заодно людей Прикольно Прикольно Так Это что такое Айгер получает способность для дробевика Которая позволяет поджигать цели Снимает 1 единицу Постоянный урон 4 Айгер получает способность для снайперской винтовки Пускает Это HTI Снаряд с отдаляющимся поддоном Который полностью игнорирует броню Стоимость 2 уд Прикольно Дробовик часто использую Давайте дробовик возьму А потом снайперскую винтовку Ладно Хрен с ним Так Закон Нервы копье Нервоническое копье Короче Давайте сюда Так Новые способности Град пуль Глория получает Получает атаку лезвием Которая позволяет снимать С цели броню 2 удара Каждая из которых Снимает 2 единицы брони Глория получает способность для пистолета Которая позволяет ей Выбрать 4 цели А затем Открыть по ним огонь Минус 5% Точность Должно быть Хотя бы 3 цели Стоимость 2 уд Ага Прикольно Несколько целей Для ближнего боя Ну я пистолет учил Две брони снимает Если бронированный Какой-то чувак Подбегаешь Такой Чук-чук-чук Давайте Так И декер Навык декинга Блица увеличится на 1 Ну да Улучшенный По дне декинга Пам-пам Что отмена Все правильно Я апну Так После этого Бега классного С массовыми убийствами Надо отдать Танцовщице Не в плане Дать Прикурить Кину ей 5 юаней Самая богатая Там сыщица На районе Сколько я ей уже дал Где-то юаней 30 На пару Кофейка Хватит Так Мистер Депьюр Шучу Игроком С возвращением И примите Поздравления В связи С прекрасно Выполненной работой Если вы Хотели Смерти Алишера То могли бы просто сказать об этом Работа была бы выполнена В любом случае Он задумчиво кивает Рад слышать Однако Целью этого теста Было оценить ваши способности Приспосабливаться К обстоятельствам Нам было необходимо знать Будете ли вы Исполнять то Что мы вам скажем Вне зависимости от того Что вы об этом думаете Нам нужно было удостовериться Что вы не сломаетесь Если обстановка Переменится Посреди бега Многие ваши коллеги В теневом сообществе Имеют завышенное эго Они позволяют Личным чувствам Преобладать Над работой Моя организация Хочет Быть уверена Что вы Выполните Порученное задание Любой ценой Я не пойду Против собственных Принципов Истинная цель Того Что вы Пройденного Вами бега И испытание Готовность Адаптироваться К изменениям Кстати Вы еще Проходите проверку Работа На мою организацию Может предполагать Предложение работы Предлагать Предложение работы Которые вы Находите Аморальными Иногда Может даже Показаться Что мы Вас обманываем Но Вы можете Быть спокойны Зная Что все О чем Вы Мы вас Просим В результате Обернется Огромным Благом После того Что произошло Сегодня Неужели Вы думаете Что я В это поверю Слушай Дур Меня не волнует Главный план Вашей организации Можете быть Мерзким Мерзким Типом Пожалуйста Пока мне Платят Я выполняю Работу Я не думаю Что ваши Запросы Сильно Отличаются От того Что я Делаю Каждый день Для корпоративных Клиентов И что Это за Огромные Благо Объясните Ко мне Вы Видите Общую Картину Не Видите Как Впрочем И я Ведь Я Просто Глошатый Главной цель Моей организации Знает Лишь Правящий Совет А они Не любят Делиться Информацией С наемниками Но Знаете Что это Одни Из умнейших Людей На планете И они Высоко Ценят Социальный Порядок И стабильность И это Хорошо По все Общему Мнению И так Он Смотрит На вас Глаза Смотрит Вам Глаза Что Вы Об этом Всем Думаете Все Клиенты На которых Мне Довелось Работать Хранили Секреты Ничем Не отличается От этого Этого Раза Мне Не нравится Находиться В неведении Но Если Заплатите Столько Сколько Говорите На это Можно Закрыть Лоза Если Ищите Тупого Головореза После Короткой Паузы Он кивает Затем Подается Вперед И Кладет Кредстик Вам В руку Поздравляю Вы Прошли Собеседование Пора Получить Зарплату Так Что Произойдет Сейчас Сейчас Наши пути Расходятся Не волнуйтесь Я позвоню Вам Когда Ваши Услуги Будут Необходимы Он Нажимает Аккуратно Подстриженные Ногтем На Наушник Комблинка Когда Я свяжусь С вами По Поводу Нового Задания Выбор Останется За вами Принять Его Или Нет Если Возьметесь То Возвращайтесь Сюда Я заплачу Заправедливую Плату За Вашу Услугу Если Откажетесь Ну Есть Некоторые Люди В моей Организации Кто Будет Совершенно Этим Недоволен Я Не Могу Обещать Что Всегда Буду Принимать Работу Которую Вы Предложите Мне Понятно Но Я Строго Рекомендую Соглашаться Когда Это Возможно Всегда Есть Некоторый Запас Смягчающих Обстоятельств Мы Можем Это Понять Но Злоупотреблять Этим Запасом Неразумно Дур Бросает Взор На КПК Это Последняя Модель Украшенная Платиной И На Этой Ноте Боюсь Что Должен Попрощаться Идите Я Буду На Связи Ладно Так Вроде Все А Не Да У меня Задание Еще Есть Имеется Подождите У меня Жесть Бабки Че Там Магия Щиты У меня Как раз Еще Открылась Открылась Же Второе Дыхание Так А где Еще Одно Заклинание Мне Сказали А Ну Вот Это Оружие Атаку Можно Повысить Атаку Заклинание Колдовству Колдовство Молдовству Колдовство Молдовству Восходники Перерасходники Те Жде Заклинание Заклинание Оружие Оружие Вот оно 1200 Ядовитая Стрела Ядовитая Стрелюнька Принять Это Брать Потом Если Че Продам Так А мне Заклинание Увеличилось Но Че Че Заклинание Нет А я Еще Одну Аптечку Есть Еще Одна Аптечка Третий Первый Третий Первый Брать Принять Пам 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 Так Еще Есть Временно Еще Один Бег Г Г Г Г Г Там Это Пока Шо Так Себе Ближе Больше Больше В сторону Аморального И Ухожу Ну Че Поделать Может После Этого Бега Я смогу Еще Кстати Поговорить С Этой Глорией Так Шо У меня Там Работа Так Проверить Если На Почте Щекин Новые Сообщения Есть Но Надо Поговорить Экзибель Доктор Хавьер Приходите Как Только Сможете Есть Вопрос Который Нам Необходимо Обсудить Надо Сбегать Проверить Почитать Старые Сообщения Посмотреть Предложения По Работе Наверное В ожидании Доставка Прототипа МК6 В ожидании Зачистка Фарма Зачистка Лучше Наверное Проверить Статус Фонда Алисы Так Доктор Ждет Доктор Встретится С докторе Гули Наверное Превратились В монстров Теперь Надо Всех Порубать Так Доктор Не Понял Где Доктор Не Подсветили Мне Вот Ж Мистер Доктор Шоу Вас Там С возвращением Чем Я Буду Вам Помочь Мне Пришло От вас Сообщение Что Вы Хотели Обсудить Дело У меня Есть Для Вас Работа Послушать О Деловых Предложениях Мне Всегда Интересно Отлично Тогда Перейдем Сути Дела Вы Не Против Прежде Чем Покинуть Свою Родную Испанию Я Сотрудничал С научной Лабораторией В Берлине Разрабатываемые Ими Технологии Были Строго Засекреченными И самыми Передовыми По договоренности Я должен был Спонсировать Их Следования Они Взамен Снабдили Меня Уникальными Товарами Для Продажи В моих Клиниках Просто Скажите Что от Меня Хотите Док Ваша Биография Меня Неинтересна Два Года Назад Дела Дела Пошли По Наклонной Мое Имя Оклеветали И Это Ветреная Госпожа Что Зовется Общественным Мнением Повернулась Против Меня Отвратительное Дело Уверяю Вас Я Впал Внемелась Настолько Что У меня Живот Скручивает Даже Когда Просто Говорю Об Этом Я Едва Выношу Всю Эту Несправедливость Как Оклеветали Ваше Имя В чем Именно Вас Обвиняли Не Сомневаюсь Хорошо Перейдем К концу С Историей Я Приехал В Берлин Чтобы Сбежать От Всего Этого А Еще Чтобы Быть Поближе К лаборатории Которую Финансировал И товаром Который Мне Задолжали Позвольте Угадать Мне Нужно Принести Вам Ваши Товары Именно И Узнать Что Стало С Самой Лабораторией Видите Ли Объект Запечатан Отпереть Почти Невозможно И Я Понятия Не Мею Почему Когда Я Собирался Поехать Берлин Все Было Нормально А Спустя 16 Часов Я Прибыл И Обнаружил Что Здание Закрыто Вместе С Моим Товаром Турок Алтук Наблюдает Непосредственно За местом С тех пор Как я Открыл Здесь Магазин За Это Время Туда Никто Не Входил И Не Выходил Что Бы Там Не Случилось Должно Быть Это Убило Всю Исследовательскую Команду Я Хочу Чтобы Вы Нашли Способ Проникнуть Здание Забрали Разрабатывающиеся Там Удивлюсь Если Его Еще Не Заграбастала Какая Нибудь Корпорация Если Товары Находились В этом Здании Два Года Почему Вы Не Рассказали Об Этому Монике Кто Сказал Что Я Этого Не Сделал У Меня Были Скажем Так Бурные Отношения С Дорогой Вам Покойной Моникой У Нас Были Взлеты И Падения Ну Вы Понимаете И На Вопросе У Нас Обычно Возникали Падения Таков Был Его Выбор Надеюсь Вам Хоть И Тут Здравого Смысла Не Повторять Ту Ж Ошибку Разве Это Место Как Меня С Этого Вот Так Ну Там Сначала Не Заграбастало Еще Когда Я Был Богатым Человеком До Того Как Начались Все Эти Юридические Распри Я Платил Аренду На Десять Это Мой Этой Лаборатории Стоит Десятки Раз Больше Чем Потрачен Потраченного Я Не Хочу Чтобы Кто Кто Кром Меня Претендовал На Нее Да Окей Перейдем Тогда Сразу К Разговору О Бабках Как Один Знаменитый Актер Во Всем Виноваты Бабки 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 Давайте О Бабках Я Могу Предложить Вам 2000 Юаней Плюс Можете Забрать Импланты Которые Сумеете Найти На Месте Конечно Если Вы Решите Установить Их Я Возьму За Это Денег Но Могу Предоставить Скидку Да Пошел Ты 2000 А Не Хочешь Мне Дать Например 20000 Прошу Заметить Мы С вами Говорим О Передовых Технологиях Лучше Чем Любой Другой Мой Товар А Так Как Это Бед Технология Потеря Сущности От Нее Остановки Минимально Это Беспроигрышный Вариант Даже Для Шамана Вроде Вас Ага Ну Так Что Вы Берете За Эту Работу Или Нет Ладно Док Я В Деле Не Импланты Мне Не Нужны Да И Вообще У Меня Есть Дело Поважнее Превосходно Цель Ваших Поисков Бывшая Лаборатория Саттерлинг Биосайенс Садитесь На метро До Один Уэрл Плац Вы Ее Не Пропустите Желаю Вам Удачи Пошел Ты Со Своей Удач Пошел Ты В Жопу Знаменитая Так Метро Знаменитая Метро 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 Знаменитая Речь Дальнобойщиков Пошел Ты Командос Ну Декера По-любому Надо брать Извини Две Трихты В пролете Тек Бам Бам Все равно Бабок нет А не Бабки есть Но Я все равно Брать Нанимать Не буду Тут Более Менее Нормально Выглядит Лаки Страйк Лаки Стар Так Че У меня Там Я Затарен Принять Выдвигаемся И так Блокировка Поездка в метро до Аденауэрплаца происходит удручающее впечатление Производит В вагоне Вагоня Вагоня Вместе с вами едет только пожилой гном В рваном булшлате Он все время что-то бормочит себе под нос Когда поезд со скрежетом останавливается Он спрыгнул со своего сидения Снова курице Как словно курица с насеста И не спеша поковылял к двери Станция тоже ничем не может вас порадовать Старая раздолбанная постройка Которую давно пора снести Как безнадежно устаревшую Этот район Берлина явно видел лучшие дни Даже свет что с трудом пробивается с поверхности Сквозь грязные окна тоже выглядит несвежим Вы медленно поднимаетесь и идете к выходу Отлично Ну я же сказал подтвердил все Погнали Улица Аденауэрплаца Темный и мрачный Этот район знал лучшие дни От всего здесь веет упадком И увядшими величием увядшим Над вами возвышается здание Его фасад напоминает о неприступную крепость Окна закрывают огромные стальные панели Придавая внешнему облику зловещий вид Это наша цель Сатерлинг Биосайенс Интересно что там произошло А может и до тех пор происходит Судя по тому что мы знаем Думаю мы скоро это выясним Ничего не знаю Ничего не слышу Вот это бодрый настрой Пошли шеф Разберемся с этим Да Проникаем Забираем все Воруем и уходим Как там Как оно там было Входим Воруем Ну забираем все Выходим Где это было В каком фильме Куча бомжарских этих Воу 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 Вау воу воу Ни хрена си тут Братва Так Брошенные Покрышки Брошенные Покрышки Чпонь Это куча мусора Испускает пар Зловонные волны Окутывают вас Смрадом При приближении Черт Ну и воняет же Если ты не против Я тут постою У меня найдутся Дела поважнее Чем копаться В куче Протухшего мусора Может быть делая В неразложении Этот пар тоже Идет из-за решетки Или вентиляции Под кучей Ага Только я этого Трогать не буду Отодвинуть мусор Ну так Деккер справится Я так думаю Наш мистер Деккер Справится Ооо Тут прям сейфовая дверь Дверь плотно закрыта Грязь Пыль и сажа Кучами Лежит повсюду Очевидно Что здесь Ничего не было Много месяцев В нижней части Дверного проема Видите Гидравлические Запоры Удерживающие дверь Попросить Вашего здоровяка Выбить дверь Ага Применить силу Попытавшись Перевести гидравлику В режим Декомпрессии Поколотить По двери Руками Так у нас Деккер еще есть У меня пока что Силой не хочу Пользоваться Он тут сейчас Взломает Наш Деккер Выберите Деккера Для проникновения Ну вот Вот он Где Принять Тек Отмена Подожди Там может быть Все что угодно А ну-ка Тек 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 А шо у меня тут Создайте АПС Атакующий Создайте АПС Подрывник Опа Так Опа Это шо у нас Снижает Восстрел Тревожность На 4 Еще Кулдаун Тек Тек Восстановить Нормально Чем Ага Тут еще Куча Парадная Дверь Сатерлинка А это Шо такое Че Какой-то Портал Че Ты Кастуешь Идет Загрузка Ага Все Схавал Атака В спину Еще Только Спину Мозила Че Ты Кастуешь Идет Загрузка 100% 81% Промо Отлично 61 Тут не пройти Надо через телепорт идти Белый Белый лед Страж А это У нас Че Идет Загрузка 50 100% Загружается Гнида Че он там делает Анализ Анализ Точность 15% Отлично Не промахнись Сука Хорош Хоть что-то А 61% Не вижу Сколько у них там Хитпоинтов А подождите Интересно Вот это 43 Не Ну Попытаться Стоит Даже попал Охренеть Разрушай Точки Целостности Льда Наносит Стоит С Постоянным Уродом Промахну Мозил А Ну Хоть так Попал Че Не достает А Точность Хреновая Ну Промахну Я попал Охренеть Могу Ну Тут Промахну Запаниковала Хрень Отвлекаю Его Даже Может попадя Аж Ого Попал Меткий Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук и сваливаем отсюда легко в этот раз легко было ничего имея анну этот 10 ну чё за баг какой-то сработан шикарный загрузить кармы 109 не подолго придется уровень загрузить блин надеюсь этот уровень загрузить а нет сразу весь уровень наверно будет но шикарно мы вам это уровень перезагрузили просто Томморо Взрывается она на себя так, минус постоянного Угу 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 Даже попадают О нет Слишком легенький, надо было его подорвать Хе-хе. Уоу! Ооу! Андальма уж попала, я забыл перезарядиться. Ну и шоп тебе. Еще выжил сучара. И��ありがとう. Я только, обе... Ского одних? Сколки... Ну что, я знаю... moetange амб USD, сдавал гнида джек колдун сраный отлично окей здесь после этого после этого он не заглючит аллилуйя думаю вообще жопа так проникновение произошло успешно найти экспериментальные биообразцы новая задача выполнила попасть в лабораторию ну как сказать легко забаговалось это термин управления крыла тестов на животных сатарлинг биостарс сайнс экран заполнен данными записи касаются испытаемых испытуемых животных и проводимых над ними процедурах терминал наблюдения протокол тестирования цербера протокол тестирования василиск это запись содержит записи это запись содержит записи от различных инновазивных тестовых процедурах испытуемых было свора церберов к файлу прикреплено несколько заметок очевидно ученые работающие в крыле тестов на животными верили в пользу опыта над опасными огнедышащими животными значительно меньше чем их руководство это записываю описывает разного рода экспериментов и тесты проведенный над предметом особой гордости статерлинг редким василийском альбиносом купленным у торговца экзотических животных похоже этот василис был особо основной важной проекта стерлинг попытки создать магически активную биотехнику по какой причине у кого 100 проекта решила что приходит подходящим и испытуем для будет именно этот василис не уточняется список процедур проводится проводившихся над этими существом довольно широко в него ходит и серия операции на органической грудной полости без анестезии лол а тут шо у нас похоже в этом терминале складской учет товаров сетерлинг биос все позиции списка написаны янтарными буквами на черном фоне светящимся указательной жены команды сатрен биосайенс на продукция и реестр образцов крыло архим банки тканей разработка анализа воспроизведения изготовления необходимые по контрактам особые проекты вот необходимые по контрактам и особые проекты это в записи его есть некоторое число серверов с их полными медицинскими картами судя по всему большая часть экспериментов из списка проводилась над субъектом называемым Билли но кто или что это Билли не разъясняется это спуск на этаж ниже попросить декера взломать панели здрасте обнаружили несанкционированный доступ запустить защиту такой танк сразу пилит туда ё-моё у них брони дофига и трошки создает Нормально 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 Возила Отлично Ну хоть потратили действие Ага вот оно опустошение клей Ага конечно покажем Клинки слегка вращаются для усиления внутренних повреждений плюс 5 урона кровотечения атака атака оглушение оглушение терпимо терпимо ты издеваешься что ли Нормально ой-ой-ой-ой хорошо отлично так так воруем все 72 шикарно перед вами стоит молодой человек в рваном халате и с округлившимися от страха глазами у него густая неопрятная брата сквозь прорехи тут и там проступает голые участки кожи учит этих это ты как приятел в públic м лаборатория заброшена здесь я буду задать меня зовут игроком приятно куда там заброшен здесь я буду задавать вопросы чgia та 2 ты переступаешь границу моих современных владений убиваешь моих крестьян ты вторгаешься в мой дом близ промо бормочет в полголоса у нас тут выше выживший босс выживший босс он продолжает свою тираду даже не переводят дух то убийца чудовище ты заплатишь постой как то ты я филипп rex рыцарь-король satelink bioscience за твои преступления я изгоняю тебя эльфенок изгоняю в подземный мир на растерзание всесильному билли он кладет ну делает паузу моргает стой тут схожу за роботами которые тебя изгонят притормози рыцарь король о чем ты говоришь твои крестьяне открыли по мне огонь мне пришлось защищаться по-моему мы просто неудачно начали разговор мягко сказано он плачет их смерть на твоих руках чудовище посвятил их защите всю жизнь я изо всех сил старался улучшить жизнь обык в обывателям я ежедневно скреб их пластиковые корпусы и напев напевал приятные мелодии для успокоения их обеспокоенных умов но эти дни закончены мои крестьяне мертвы тобой уничтожены нечто прекрасное хорошо сирп простите за крестьян но у меня важная миссия что же у меня для вас хорошие новости вашего и сочиства дверь открылась сможете уйти ты про прожил тут одиночестве два года и свихнулся уйти покинуть свое королевство никогда он выпячивает грудь ведь я гордый и великодушный правитель это моя суверенная территория никуда ее не оставлю хорошо сир сирлэтнц лэнцелот да выражение скорби на его лице сразу исчезает сменяясь чем-то напоминающим любопытство о ну это все меняет опасные миссии жертвы среди гражданских идут рука об руку подобно шоколаду и арахисовому маслу за это я не могу на тебя сердиться расскажи мне о своей миссии эльфенок большой доброты не упускай никаких подробностей он с улыбкой наклоняется вперед я весь весь внимание мне нужно заполучить прототип биотехники который находится в административном крыле его глаза расширяется административное крыло безумие считая это предупреждением благо с благородный гость если ты хочешь пройти к молочным рекам и кисельным берегам той земли то ты тут и делаешь это на свой страх и риск между тобой целью лежит подземный мир а мир этот приблик прибежище смертоносного били кажется я читал об этом били это василиска альбинос саттерлинг верно ты было раньше то было раньше теперь он нечто большее существо из легенд годы экспериментов сделали из этого монстра совершенную машину для убийств он умнее десятков людей и в пять раз опаснее если это били встанет у меня на пути боюсь придется его убить я знаю били все что мне нужно просто скажи как пройти в административное крыло ну хорошо гость раз уж тебе не переубедите я помогу растрепанный лабораторный опускает ну лаборанта запускает каст костляву руку в карман своего халаты вытаскивает тонкий кусок пластика широким жестом он при преподносит его вам это самая дорогая мне вещь не сравнимый пропуск б используя вот и можешь спуститься подземный мир и встретиться с били если тебе будет службе но пережить эту встречу и тыщи давно потерянный корпус и воспользуйся им чтобы вновь открыть административное крыло а я прослежу чтобы тебе воздалось за это сполна успеть сохраниться от отчет сейчас что-то наделаю не то похоже это медиа установка подключена к системе безопасности здания видеозапись камер всего здания можно посмотреть здесь посмотреть видео так-то так я помню это шоу она была ужасна в смысле действительно реально ужасно по сравнению с ним не лорк варвар выглядит как высокое искусство мы с дружбанами шварц и херцен имели привычку накуриваться и смотреть его ради прикола вышло только семь эпизодов прежде чем его сняли с эфира на смотрите безопасность дать датирана 18 месяц раньше черт не 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 надо притормозить это очень много сейчас информации надо смотреть тупо не осилил сейчас когда видео включается филипп оживленно беседует с кем-то стоящим чуть за границей обзора камеры вы видите только его обувь и тень где тень где обувь голос похоже на человеческий вы предполагаете что говорящий человек за камерой чуть больше 20 лет послушаем мы уже долго здесь держимся если мы правильно разыграем свои карты установим хоть какой-то рацион пищи то и уверенным проживем на еде из закусочной исполнительного крыла еще очень долго у нас будет много жира и сахара с этим проблем нет белки у нас тоже есть смешанных орехах и мы можем брать а витамины и минералы из диетического бара их у нас не так много но как я сказал мы будем делать их делить их на рационы могу поспорить что мы продержимся два или три месяца на припасах заныканых в этой закусочной нас точно спасут до того как все закончится друг ты сам себе обманываешь тут просто не хочет ты просто не хочешь взглянуть в лицо неприятность неприятной правде нам нужно принять этот факт мы застряли тут надолго закуски этого здорово это здорово и все такое но так мы не выживем этого мало даже если растянуть их не на несколько насколько возможно значит к ним нужно будет добавлять что-то более питательное наступает долгая пауза ты же не хочешь сказать что слушай просто представь что это урожай ладно если мы присмотрим за своими посевами то у нас всегда будет еда у нас достаточно припасов чтобы поддержать поддерживать раздельный рост культур в крыле оргхим я говорю о выращивании мяса для нашего пропитания вот и все мясо металюдей фил искусственный сердец печени почек вращены для имплантации в людей такие же как мы ты говоришь о том чтобы есть части тел людей и это охренеть как отвратительно я этого не есть не буду если не хочешь умереть от недостатка витаминов то придется ты знаешь это так уже хорошо как и я субпродукты богаты витаминами минералами холин коэнзим q10 витамин d биодоступное железо все что нам нужно добыть в итоге выжить чтобы в итоге выжить ты не сможешь найти витамин d в лакиры лакиричных палочках и шоколадных батончиках тебя послужит так они нас вообще не спасут хаймер мы в берлине кто эти они кто по-твоему придет мы должны быть готовы выжить тут выживать долго возможно гадание а это значит что мы должны использовать свои ресурсы по максимуму ты говоришь о переходе на каннибализм чувак нет я говорю о потреблении мяса так окей ребята продолжим следующей серии интересно тут как они выживали на самом-то деле первая серия уже неплохая сериал выживание остаться должен один ну или как двое выживали ведь это жрачка есть вот это все окей ребята все спасибо за просмотр и до следующих встреч в лаборатории по выживанию пока выживание